Гуманитарная помощь, безопасная незамерзайка и народный бренд. Беларусь отмечает день работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Это большие итоги, самые яркие информационные акценты недели от тех, кто видел все своими глазами. Я Мария Бересневич, мы начинаем. Кризисный центр, народное обсуждение и зимняя обувка. Через 10 дней водители будут штрафовать за летнюю резину, на что стоит обратить внимание. Пришло время платить налоги. Автовладельцы должны внести авансовый платеж до 15 декабря. Я законопослушный гражданин, поэтому обязательно заплачу налог. Кому положены льготы? Без узоров на стекле белорусскую незамерзайку изготавливают на заводе биотехнологий. Мы постоянно увеличиваем выпуск омывателя, расширяем ассортимент. Что предлагают автомобилистам. Важнее всего погода в доме. В стране увеличился спрос на покупку дров. Это уже на следующий режим. На это у меня есть. Почему сани лучше готовить летом? С миру по нитке. В Бабруйске собирают гуманитарную помощь для беженцев. Теплые вещи, постельные принадлежности, одеяло, подушки. Где найти пункты приема? Мощный торнадо, экологический карантин и шокирующий приговор. В США признали невиновным подростка, который застрелил двух человек. Почему убийца на свободе? Национальные бренды. Беларусь отмечает День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Это профессиональный праздник тех, благодаря кому у нас есть, что поставить на стол. Хлеб, мясо, молоко, овощи, фрукты. В каждом румяном каравае частичка нелегкого труда тысяч сельских тружеников и сотрудников предприятий, которые производят богатый ассортимент высококачественных товаров. Всем знакомый сок. Сочный. Перед тем, как попасть на полки магазинов, он проходит долгий путь. Бобруйск овощи и фрукты из разных уголков планеты – Эквадора, Бразилии, Израиля и, конечно, Беларуси – поступают в виде концентрированного продукта для удобства транспортировки. Затем на предприятии «Оазис Групп» его восстанавливают. Для этого создается идеальный рецепт. После чего сырье проходит дополнительную обработку. Это процесс дарации, удаление кислорода воздуха, процесс гомогенизации для продукции с мякотью, это для обеспечения однородной равномерной структуры и консистенции. И далее термообработку при температурах от 95 до 120 градусов. После соки и нектары охлаждают до 20 градусов и отправляют на розлив. В прошлом году «Оазис Групп» запустил линию с фруктовым пюре. Готовый продукт поступает в пауче горячим при температуре 95 градусов. В термообработку проходит не только сам новый продукт, но и упаковка. Затем охлаждение в специальной ванне. У сочного перекуса удобная мягкая упаковка и современный дизайн. Такой точно придется по душе малышам. Плюс это вкусно и полезно. Внутри только фрукты, никаких добавок и сахара. Один из основных этапов при создании продукта – анализ качества. Для этого на заводе работает лаборатория. Сок, нектар и пюре проходят три этапа контроля – сырье, производственный процесс и готовый товар. Здесь же проверяют герметичность упаковки. К слову, к детскому питанию требования особенно строгие. По анализу входят массовая доля сухих веществ, ПАЖ и кислотность. Все это должно соответствовать нашим стандартному ГОСТ-СТБ Белоруссии и международным стандартам. В прошлом году завод изготовил свыше 35 миллионов литров сока. Это не считая детской продукции. В нынешнем показатель еще больше. 19% идет на экспорт. Россия, Израиль, Молдова, Китай работают на предприятии больше 270 человек. Сегодня они отмечают свой профессиональный праздник. Хочу поздравить своих коллег и коллег других предприятий с Днем сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Хочу пожелать нашим предприятиям дальнейшего процветания, роста, состояния и благополучия. А также всем сотрудникам пожелать крепкого здоровья в наше непростое время. Накануне праздника в Могилеве прошло важное для всей отрасли событие – «Дожинки-2021». Площадку у Дворца культуры заполнили ряды угощений, товаров и техники. Даже погода не помешала звучанию песней и звонких голосов. Механизаторы-комбайнеры, животноводы, агрономы, гостей сотни – чувствуют тех, кто внес весомый вклад в общий каравай страны. Наш агропромышленный комплекс на протяжении последних лет демонстрирует успехи, обеспечивает продовольственную безопасность страны, демонстрирует серьезный экспортный потенциал. Если говорить так, в общем, по некоторым оценкам мы по обеспечению продовольственной безопасности занимаем 23 место из 113 стран. Бобручане по традиции не пропустили события. Агромаш демонстрировал свои достижения. Здесь же и новинка – машина для выкапывания деревьев. Она, конечно, будет больше интересна лесникам и городским службам. Сейчас флагман сельхозтехники – это больше 150 видов продукции. Колесят они почти по всей Беларуси. 60% уходит за рубеж в 50 стран мира. СНГ, Европа, Скандинавия, Африка. Холдинг – крупнейший производитель в сфере. 6 площадок в разных уголках республики. 3 тысячи сотрудников. Представились холдингом. Здесь мы представили наши посевные агрегаты. Это Брестский электромеханический завод, который вошел за последние два года в наш холдинг. И мы сейчас активно продаем наши посевные агрегаты, селки. Так что милости просим селки для зерна, для кукурузы, для рапса, для льна. Этот день напрямую посвящен труженикам села. Хлеб, мясо, молоко, овощи и фрукты на нашем столе – безусловно, их заслуга. Поэтому важно понимать будущее не только за технологиями, но и за теми людьми, которые работают в поле. Я хочу сказать сегодня огромное спасибо всем дружинкам сельскохозяйства и Могилевской области, в особенности за тот вклад, который внесли в продовольственную безопасность. Благодаря их старанию, их самопрежному труду мы имеем сегодня достаток на своем продовольственном столе. Имеем возможность сегодня подзалиться с соседними странами. Тем, кто в этом году отличился – премии и благодарности на главной сцене. Несмотря на погодные трудности во время уборочной, вклад Могилевской области в республиканский каравай – миллион сто пятьдесят тысяч тонн серна. Государство не оставило без поддержки. Парк региона пополнили 50 современных комбайнов. Карина Гуревич, Николай Селков, Максим Галеонко, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Страховой фонд, новая упаковка и начинающий режиссер. Белорусский профсоюз объявил конкурс видеосюжетов. Что на канун? Громкие заголовки недели – далее в специальном обзоре. Беженцы на границе Беларуси уже 14-й день ждут открытия гуманитарного коридора в Европу. Сейчас те, кто не улетел домой, находятся в транспортно-логистическом центре. На складах в Гродно подготовлено свыше 15 тонн продуктов. Ежедневно сюда прибывают новые грузы. На неделю все мигранты согласились принять помощь Беларуси и разместиться в кризисном центре. В Беларуси завершается закладка стабилизационных фондов плодовощной продукции. Страховой фонд в межсезонье позволит сдерживать рост цен на продукты и избежать спекуляций на рынке. А еще защитит самых уязвимых потребителей – детские сады, школы и больницы. Продовольственная безопасность Беларуси – вопрос номер один. С декабря водители будут штрафовать за использование летней резины. Пока автомобилистов предупреждают и дают полезные советы насчет безопасного передвижения. Важный параметр, на который будут обращать внимание сотрудники ГАИ во время проверок – остаточная высота протектора. Она должна быть не менее 4 мм. Также не разрешается использовать шины с большим износом. В стране могут запретить розлив пива в ПЭТ-Тару более 1 литра. Аргумент – это снизит образование отходов из пластика и позже окажет положительную динамику негативного воздействия от выбросов в атмосферную среду. Обсуждение на национальном правовом интернет-портале пройдет до 28 ноября. Свои замечания и предложения может высказать любой желающий. Белорусский профсоюз объявил конкурс «Нужно снять ролик с признанием в любви к городу, улице или малой родине». Сюжет должен соответствовать девизу «Люблю свой край» сторонку ГЭТу. Формат – МП-4, хронометраж до 5 минут. Победитель получит 10-дневную путевку на двоих в любой санатории Белпрофсоюз-курорта. Ролики можно присылать до 25 ноября на электронный ящик, который вы видите на экране с пометкой «Конкурс». Зима на пороге. Уже на следующей неделе в прогнозах снег, дождь и минусовая температура. Готовиться к холодам специалисты рекомендуют заблаговременно. Автомобилистам самое время переобуть свои машины и залить незамерзайку, главное – безопасную. Так чем грозит товар, купленный на обочине? Ответ у Ольги Васенда. На заводе биотехнологии вовсю кипит работа. К изготовлению незамерзайки специалисты приступили еще в августе, когда белорусы боролись с жарой. Отсюда зимний стеклоомыватель отправляется на прилавки магазинов и заправок по всей стране. Линия по производству кругозора здесь запущена еще в 2005-м. Продукция от минус 5 до минус 55 градусов. Разграничили стеклоомыватели по разным цветам. Минус 15 у нас желтый, минус 20 синий, минус 25 зеленый, минус 30 красный. Чтобы и при отгрузке, и при выгрузке не путаться. Ну и плюс на полках магазинов он смотрится намного приятнее, чем одинаковый синий цвет. Процесс производства нелегкий. Начинается все с оформления купажной карты, после идут добавки, замешивается состав. Тем временем формируется упаковка. Заготовки для будущей тары помещаются в раскаленную печь, где температура выше 130 градусов. После выдува – розлив. Затем продукция отправляется на склад. Товар здесь хранится не более трех суток. Мы постоянно увеличиваем выпуск омывателя, расширяем ассортимент. Так как наш омыватель делается из собственного сырья, поэтому у нас есть возможность сделать продукт недорогим и хорошего качества. Бобруйская незамерзайка пользуется спросом и за рубежом. Экспортируется в Казахстан и Украину. Завод биотехнологии – поставщик стеклоомывателя для таких крупных компаний, как «Газпромнефть» и «Беларусьнефть». Все товары проходят обязательный контроль качества. В этой лаборатории проверяют на безопасность собственную и импортную продукцию. Чаще всего именно в российской омывайке обнаруживают превышение запрещенного метилового спирта. Стеклоомыватели, которые мы производим, очень хорошего качества, превышений ни по каким показателям у нас не бывает, полностью соответствуют стандарту Беларуси. Завод биотехнологии специализируется также на производстве средств для розжига, добавок для защиты растений, антифризе и знаменитом антисептике «Чистые ручки». Цены у производителя демократичные. Стоимость на незамерзайку зависит от объема и температуры. Пселитровая бутылка до минус 25 градусов обойдется в 10 рублей, от 5 ниже нуля в 6. Этикетка – самое первое, на что стоит обратить внимание. В состав качественной незамерзайки, как правило, входит этиловый или изопропиловый спирт, вода, пав, красители и отдушки. Проверьте также дату изготовления и срок годности. Недобросовестные производители за основу чаще всего берут запрещенный метанол. Пары этого спирта могут привести к головокружению, слепоте, расстройству нервной системы или даже к смерти. Отличить его от чистого этанола без проведения лабораторных исследований практически невозможно. Поэтому прежде чем купить дешевую стекломывающую жидкость с обочины, стоит еще раз подумать, оправдана ли сомнительная экономия. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. От медиакультуры до киберпреступности. В Бабруйске прошел единый день информирования. Ведущая тема – осознанное потребление в сети. 85% белорусов – активные пользователи интернета и, в частности, мессенджеров. Причем люди не только смотрят фильмы и общаются, но и читают новости, не всегда достоверные. С каждым днем мы видим расширение интернет-пространства, в том числе переход СМИ в интернет. И здесь возникает целый ряд вопросов и проблем, которые необходимо решать. То есть это безопасность СМИ, это чтобы интернет не имел такого влияния, скажем так, негативного и на жизнь человека, и на жизнь его близких, в том числе, особенно детей. На повестке и киберпреступность. Ее обсудили с коллективом автобусного парка. Кражи в сети фиксируют чуть ли не ежедневно. Причем жертвами мошенников становятся не только пенсионеры, но и молодежь. В ряду вечно актуальных вопросов – дети, их здоровье и безопасность. Дедлайн близко. До внесения авансового платежа по транспортному сбору осталось меньше месяца. Заплатить его нужно до 15 декабря. Извещения собственникам авто отправлены. Все ли и льготы для раритетных машин, электромобилей, скидки для пенсионеров и многие другие? В нюансах разбиралась Карина Гуревич. Белорусам осталось меньше месяца до внесения авансового платежа. В этом году кошелек автовладельцев похудеет незначительно. За машину придется заплатить 29 рублей, за прицепы мотоцикл – 20. Внести сумму нужно не позднее 15 декабря. Транспортный налог привязан непосредственно к факту наличия автомобиля. Ездит он или нет – неважно, платить все равно придется. Произвести доплату транспортного налога за 2021 год необходимо будет по сроку 15 ноября 2022 года по извещению налогового органа, которое будет вручено не позднее 1 сентября 2022 года. Сумма транспортного налога будет зависеть от максимально допустимой массы автомобилей. То есть касательно легкового автомобиля – это от 60 рублей до 220 рублей, прицеп – 41 рубль. Все ставки на сайте Министерства по налогам и сборам. Тем, кто прошел техосмотр, а значит покрыл госпошлину, сейчас платить ничего не нужно. К слову, внести аванс можно в почтовом отделении, кассе банка или через ЕРИП. Чтобы узнать о сумме платежа и возможных переплатах, воспользуйтесь личным кабинетом на сайте Министерства. Там же при наличии интернет-банкинга можно оплатить налог. Процедура займет порядка пяти минут. Некоторых белорусов новый налог обойдет стороной. В частности, владельцев электрокаров, угнанных машин, автомобилей, выпущенных до 1991-го, а также специально оборудованного транспорта для людей с ограниченными возможностями. Предусмотрены льготы. Для пенсионеров, ветеранов и инвалидов первой и второй группы ставки снижены вдвое. Для третьей – на 25%. Знаете про транспортный налог? Знаю. Уже успели оплатить? Да. Ну как, одну базовую оплатил. Я законопослушный гражданин, поэтому обязательно заплачу налог. Но попал в интересную историю. 25 лет назад меня, 25 лет назад меня украли прицеп, и вот сейчас он всплыл. В Бобруйске внести аванс обязаны 27 тысяч человек на общую сумму 870 тысяч рублей. 30% уже поступило в бюджет. Всего транспортный налог в этом году заплатят свыше 2 миллионов белорусов. Половину собранных средств потратят на ремонт и строительство дорог. Карина Гуревич, Станислав Чечерин. Итоги недели. Кто чем может? Организации Красного Креста собирают гуманитарную помощь для беженцев на белорусско-польской границе. Пункты приема в Бобруйске расположены в Ленинском и Первомайском районах. На социалистическую 76 вещи первой необходимости можно приносить с 10 до 15. На проспекте строителей 60 добродетели ждут с 15 до 19. Мигрант нуждается в продуктах, медикаментах, одежде. Теплые вещи, постельные принадлежности, одеяло, подушки, продукты питания, которые длительного хранения. И данный груз будет аккумулироваться здесь. Первая машина с грузом вскоре отправится в Могилев, оттуда прямиком на границу. К слову, к сбору гуманитарной помощи подключилась буквально вся страна. Предприятия, организации, общественные объединения, силовые структуры и просто неравнодушные. Только за неделю Красный Крест передал мигрантам тысячи теплых вещей, 30 тонн продуктов и 7 тонн воды. Горячая пора. Пока одни бобручане ждали включения централизованного отопления, другие уже давно согревались дровами и торфабрикетом. Но ведь впереди еще долгая зима и запастись нужно впрок. Помогает в этом жителям частного сектора Бобруйский горы и Топсбыт. Задача предприятия не оставить без тепла ни один дом. На календаре середина ноября, а значит зима не за горами. Уже на следующей неделе синоптики прогнозируют сплошные ночные заморозки. За погоду в доме в Бобруйске отвечает горы и Топсбыт. Настоящая горячая пора здесь началась еще в середине лета. Ежедневно к нам поступают две машины брикета и две машины дров. В основном дрова хвойных пород, иногда бывает береза, иногда граб, осина. Но это все по наличию в лесничестве. На балансе предприятия более 4 тысяч частных домов нашего города. Обслуживается не только Бобруйск и район, но также Глузск, Осиповичи и окрестности. Уже реализовано свыше 5800 тонн брикета и без малого 5000 кубометров дров. В настоящее время мы работаем с двумя торфопредприятиями. Это ОАО «Днепровское торфопредприятие» и ООО «Сторопинский ТБЗ». Ежедневно к нам поступают от них брикет. А с лесхозами у нас на сегодняшний момент 4 лесхоза. Это Бобруйский лесхоз, Кличевский, Буховский, Глузский. С недавних пор заключили договор с Осиповическим лесхозом для обеспечения конкретно Осиповического участка. В 2021-м спрос на дрова среди населения вырос на 30%. В министерстве это связывают с морозной зимой. Топить печи и паровое горожане были вынуждены больше и дольше обычного. Нынешний же отопительный сезон стартовал на несколько недель раньше. Не исключено, что это вызвало всплеск заявок на приобретение дров. В Бобруйске на Граб, Осину и Ольгу тоже ажиотаж. На очереди около 300 заявок. Из-за высокой загруженности предприятие временно не принимает заказы на разделку и доставку дров. Только самовывоз. Всем, кто оформил договор заблаговременно, топливо привезут в срок. Стоимость, несмотря на небывалый спрос, осталась прежней. Тонна брикета обойдется в 27 рублей 82 копейки. Кубометры дров стоят 9 рублей 8 копеек. Кстати, готовить сани специалисты рекомендуют еще летом. Это уже на следующую зиму. На это у меня есть. Ну, чтоб подсохли. С бетонных брикетов взял, а на остальные 2,6 куба дрова. Оформить договор и узнать все детали можно на Бахарова 7. Чтобы оставить заявку, необходимо взять с собой паспорт и топливную книжку. Тем, кто заказывает сырье впервые, нужна еще и справка о составе семьи. К слову, в год на один дом положено 3 тонны брикета или 4,9 кубометра дров. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Неожиданные вердикты, жесткие ограничения и антиковидная капсула. Файзер готовится выпускать таблетки от коронавируса. Кому их будут выписывать? Далее обзор громких мировых заголовков. Суд присяжных в США признал невиновным подростка, который застрелил двух человек во время беспорядков в августе прошлого года. Кайлу Риттенхаусу грозило пожизненное заключение, но он был оправдан по всем пунктам. Инцидент произошел на фоне протестов, разразившихся в городе после того, как белый полицейский выстрелил в темнокожего Джейкоба Блейка семь раз. Подросток утверждал, что прибыл в киноши, чтобы защитить горожан от мародеров. Он открыл огонь по напавшим на него участникам погромов, по словам юноши, в целях самообороны. Власти Германии приняли решение ввести жесткие ограничения для непривитых и готовят почву для обязательной вакцинации медперсонала. Действуют правила 2G. Доступ в общественные места открыт лишь для тех, кто привит или переболел COVID-19. А Верхняя Австрия и Зальцбург объявили о намерении ввести с 22 ноября карантин для всех жителей на фоне возрастающей загруженности отделений реанимации. Pfizer готовится выпускать таблетки от COVID-19 в 95 странах. Россия выдала фармацевтической компании разрешение на проведение клинических испытаний на 90 добровольцах. Цитата. «Мы думаем, что это лекарство следует использовать только для людей из групп риска. Цель – избежать их попадания в больницу и тяжелого течения заболевания. Поэтому препарат нужно принимать сразу после появления первых симптомов», – заявили разработчики. Очередной карантин на этот раз экологический. Верховный суд Индии одобрил введение локдауна в Нью-Дели из-за чрезвычайно опасного смога. Школы столицы закрыты, чтобы дети не выходили на улицу. По оценкам специалистов, уровень вредных частиц воздуха в 10 раз превышает норму. Причина – интенсивный автотрафик и поджоги полей, которые фермеры практикуют по окончании сезона, чтобы подготовить землю к новым посевам. Мощный торнадо образовался у берегов итальянского острова Сицилия во время разразившегося здесь шторма. Всего, по данным местных СМИ, за последние два дня зафиксировано 12 торнадо. Сообщается о погибшем. Стихия нанесла серьезный ущерб инфраструктуре и местному сельскому хозяйству. Уничтожила значительную часть урожая оливок и повалила деревья. Такими уходящие семь дней увидели корреспонденты «Бавруиск-360» и я, Мария Бересневич. Новая неделя – новые итоги. Увидимся. Новая неделя – новые итоги.